определение равновесия содержащие формулировку не только все силы должны быть уравновешены но и моменты сил должны быть уравновешены что это такое вот ну предыстория сначала расскажу я за свое время даже не сталкивался с такими определения потому что их не было ни в образовательной никакой литературе их не было в энциклопедических справочников с такой трактовки более того их не должно быть это элемент безграмотности такие определения часть приведу пример поясняющий что это такое откуда берутся такие определения вот представьте вы взяли такую группу слабомыслящих чтобы как-то их занять учили их играть на балалайках вот взяли там дали помещение мебель балалайки инструкцию этому на балалайки играть руками ну чтобы они не путали за мебель не ломать там то есть они играют как бы занимаются потом снизить среди них появляются специалисты там в одно поколение второе и они такие начинают менять инструкцию и такие пишут на балалайки играть руками и левой рукой следующем поколении человек написал что на балалайки играть руками левой рукой и пальцами следующий написал на балалайки играть руками левой рукой пальцами и ногтями вот эта вот вся настройка у там которая пальцами ногтями левой рукой вот когда верху указано чем играть играть руками до туда уже входят и пальцы и ногти и левая рука и правая рука писать вот это бессмысленно люди не могут сосредоточиться вот когда такие определения попадают систему образования когда вот равенство всех сил и моментов сил, уточняется, и моментов сил, это все равно, что вот указывать играть руками и левой рукой, это вот безграмотно. Вот давайте посмотрим, чем момент силы отличается от силы. Вот яблоко приложим к яблоку силу. Взяли, приложили, да? Приложим к яблоку момент сил. Взяли и приложили. Это одно и то же просто со смещением. Если вы посчитаете определение, момент силы относительно точки векторно-физической величина, характеризующая действие силы на механический объект. А сила это физическая векторная величина, являющаяся мерой воздействия на данное тело. Первое, характеризующая действие силы на механический объект, а второе, это являющая мерой воздействия на данное тело. Обе физические векторные величины. Это одно и то же. Просто написано, ну, не в таком явном открытом виде. Но вот суть одна, вот сила, вот момент силы. То есть безграмотные чудо продолжают разрушать нашу цивилизацию. Дуры захватили планету и вот постепенно-постепенно всё делают, чтобы как-то вот испортить. Они не понимают даже вот это результаты своего копошения. Те определения, которые я даю, это обычное стандартное определение. Определение равновесия, в том числе и картинка, и текст, мы брали из энциклопедический словарь. Советский энциклопедический словарь двухтонник. Это год, предположительно, 1963-1965 под рукой. Нет, я его показывал однажды уже в передачах. Это мы просто взяли оттуда. Если вы откроете Советский энциклопедический словарь, то вы там прочтёте. Подредакция доктора физико-математических наук такого-то. Это издание, которое прошли редакцию, согласованы. Это официальное издание. Утверждать, что я преподношу какое-то там определение равновесия своё, я не приношу своё. Я пользуюсь материалами в этом плане, материалами общепринятыми, общеизвестными. Вот если есть у вас общепринято, общеизвестное, корректное определение, вы... Вот корректное определение, вот есть правило задания-дефиниция, да, и может быть определение, полностью передающее суть. Полное определение, чёткое, ясное, без нарушений вот этих правил. Если вы пользуетесь этим определением и понимаете, как определение должно выглядеть, из чего оно состоять, какую информацию отражать, да, и читаете какое-то другое, которое построено не по правилам задания-дефиниции, вы видите разницу, понимаете, в чём оно безграмотно. Так вот, те определения, которые мы даём, да, те, которые в наших материалах есть, выбираем самые корректные определения из того, что есть. Из нормальных источников, чёткие, внятные определения. Здесь не надо изобретать ничего нового, если до вас это понятие вот равновесие изобретено, привнесено, определено. Нет никакой нужды что-то выдумывать новое. Поэтому пользуемся нормальными определениями. Когда люди не знают, что такое определение, когда люди, называющие себя физиками, пытаются оспаривать классические, общепринятые, это общепринятое. Вот если оно написано в энциклопедическом словаре, это общепринятое определение. Если люди кидаются на общепринятое определение, то они не сосредоточились, не понимают, либо делают это специально с каким-то умыслом. Чтобы увести разговор в сторону и так далее. Поэтому с определением тут всё чётко, всё ясно. Что касается вот этого товарища, который спорил, он спорит с определениями. Также там в комментариях спорят с определением вот этот кандидат математических наук. Британский наш кандидат. Ну это отстой, ребята. Ребята спорят с классическими определениями и называют их моими. Ну хорошо, вы просто не можете сосредоточиться. Среди нас есть там разумные подписчики. Есть, которые не волшебники, только учатся. Есть просто люди, зашедшие случайно. Ну вот смотрите. Здравосмысл разумеев. Такое начало, да, как человек себя назвал. И что пишет? Логика, как наука, очень сложная для понимания простого человека. И она не нужна, по крайней мере, в школе. Только мозги путает. Логика – это то, что быту называется умом. Если человек дурак, то его не научишь. А если он умный, то незачем его уму учить. Здравомысл разумеев. Ну это вот среди нас такие. Есть люди, которые имеют такие точки зрения. Вот. Логика нужна. Вот эти все рассуждения – это печально. Виктор Головин. Точка не имеет размера. Значит, мы через него ничего провели. Только одну ничего. И только одну. Что характеризует точка? Место вопрос. Место с нулевой площадью. Скажите, что есть граница этого места. Это проблема с восприятием точки. Людям некоторым кажется, что точку нельзя определять как объект, не имеющий габаритов. Это не важно, что вам кажется. Вот если до нас этот термин ввели в обращение, да, и люди им пользуются, мы под звуками точка должны воспринимать именно то, чем люди пользоваться, то, что ввели. И в тех рамках, которые сделаны. Если вам не нравится точка в этом виде, введите другое понятие там. Предметная точка, размерная точка. Задайте там стремящиеся к нулю. Отрезок, неотрезок, кубик, шарик. Что угодно, как вам хочется. Задайте габариты. Но отходить от исходного определения мы не можем. Ну, опять же, опять же, люди воспринимают, что это как бы, раз она нулевая, ее не существует. Ну, давайте, вот поверхность стены, допустим. Толщина поверхности чему равна? Поверхность у нас по определению толщины не имеет. Это слой равный нулю. Это просто позиционирование в пространстве. Мы можем на этом позиционировании в пространстве, в реальном пространстве, обозначить реальную точку. Допустим, здесь. Вот здесь. Можем. Наша проблема в чем? Мы можем обозначить равное нулю вот в этом месте по габаритам? Можем. Можем обозначить там круглую диаметром 1 мм? Можем. Что-то меняется? Ничего. Позиция. Она уже на плоскости находится, на поверхности. То есть, когда мы обозначаем равное нулю, в общепринятом смысле, мы обозначили местоположение этой точки в пространстве. Все. Нам не требуется, чтобы точка была объемная. Здесь проблемы на самом деле нет. Все практически применимо. Возражать против этого бессмысленно. С большим интересом заострюсь при условии, если вы сможете, оставаясь в рамках логики, объяснить, как у существующего места в пространстве объекта размер может быть равен нулю. Тем самым доказав, что на земле еще бегают динозавры нулевого размера. Вот элементарно. Плоскость, поверхность, точка, габариты равны нулю. Мы сможем найти ее местоположение? Сможем. Она вот здесь. Все. Без проблем. Равна она нулю? Да. Мы сами это выбрали. Равна она нулю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова